Всем привет! С вами Наташа Богданова и мы продолжаем наши проверки в качестве обычного потребителя под названием Народный инспектор. И сегодня мы планируем проинспектировать автозаправочные станции города Гомеля. Думаю, многие задавались вопросом о том, одолевают ли на заправках топливо. Ну что ж, узнаем! Для этого нам понадобится заранее подготовленная канистра 10-литровая. Вот видите, здесь отделение 10 литров. Но для чистоты эксперимента мы подготовили еще 2 мерных стакана, кстати, отмеченных знаком СТВ, белорусского производства. Вот, made in Belarus. И есть у нас еще американская такая маленькая тара. Мы польем и сюда литр, и сюда литр, польем сюда, естественно, и проверим, насколько правдивы здесь показатели. А-а-а, литр вот. Как видим, американские стандарты шире наших помещаются значительно больше, чем литр. Поэтому мы будем все-таки использовать нашу отечественную мерку. Вот, ровно литр. Та-да-да-дам! Не покажу, не покажу, не покажу! Здесь меньше, чем литр. Попробуем налить 5 литров. Ну, как сами видите, 5 литров нашей белорусской меркой не соответствует 5 литрам нашей канистры. Поэтому предлагаю красным маркером отметить стандарт республики Беларусь. Литр. Литр из американского мирного стакана, как сами видите, практически прям миллиметр в миллиметр совпадает. Ну, попробуем сейчас добраться до 5 литров и проверим. Пять литров нашей канистры больше, конечно, совпадают с 5 литрами. На американской мерке, ну, чуть-чуть. В связи с тем, что показатели на нашей канистре у нас оказались разные, мы проведем еще один дополнительный эксперимент. И будем проводить измерения в попугаях! Шучу. В фантах. Чего не сделаешь ради эксперимента. Больше литра. Пять-ка сюда выльем. Этот наш больше литра. И ровно американский. Отсюда делаем выводы, что мы сегодня в нашем эксперименте будем больше доверять, конечно, американским стандартам. Потому что этому стакану, пусть даже и со знаком качества, белорусскому, вот у нас ТБ еще разнакомлю, верить нельзя. Ну вот мы и приехали к нашему первому пункту назначения, к заправке «Газпром-медс», которая находится в городе Гомеле по улице Добрыжской. Возьмем мы с собой туда не ту канистру, которую мы тестировали дома пластмассовую, чтобы не нарушать правила пожарной безопасности, а возьмем с собой металлическую канистру. А теперь самое интересное. Я попросила своего юного, молодого, симпатичного помощника сделать это за меня. Ну, как видите, дизельного топлива на данной заправке нам даже чуть-чуть-чуть перелили и по белорусским меркам, и по американским, и даже по тем самым меркам, которые обозначены на самой канистре. Молодцы! Но, скорее всего, эта погрешность связана с неровностями дороги. А попробуем переставить ее в обратную сторону. А тут у нас, собственно, все то же самое. Ну что, проделаем те же самые манипуляции на АЗС Татнефть в городе Гомеле по улице Междугородняя. Как видим, на Татнефть тоже все ровно. 5 литров. Следующий АЗС Транснефть Дружба по улице Барыкина. Ну что, смотрим показатели АЗС Дружба. Тоже ровно 5 литров по нашей мерке. И напоследок мы заглянем на АЗС номер 26 Беларусьнефть, который находится в Красном. Ну что, как видим, на заправке Беларусьнефть тоже наливает все по-честному. 5 литров made in USA. Ну что ж, подведем итоги нашей сегодняшней контрольной проверки. По результатам ее выявлено, что не прошел проверку эту самую, лишь мерный стаканчик, который произведен по стандартам Республики Беларусь. Не покупайте его никогда. На всех АЗС топливо нам наливали одинаково, за исключением первой АЗС – Газпромнефть. А на этом все. Контрольная проверка на сегодня закончилась. С вами была Наташа Богданова. Всем пока.